Всем привет! Сегодня хотела бы рассказать, что нужно для того, чтобы уехать на отдых в Турцию, что нужно с собой иметь. Чтобы уехать в Турцию из Украины, нам нужно иметь на данный момент, сегодня у нас 17 сентября, вот такая информация у меня, потому что мы недавно ездили. Я не являюсь каким-то там лицом, связанным с туристическим бизнесом или там, я не знаю, с чем-то такими, какими-то официальными органами, просто, ну как бы все на собственном опыте, то, что я сталкиваюсь сама, то и, ну, доношу такую информацию и вам. Значит, чтобы выехать из Украины в Турцию, нам нужно иметь ПЦР-тест и QR-код. Это такой код, который, ну, там заполняется специальная анкета, вам присваивается номер, этот код. Значит, кто делает этот код? Ну, вот нам лично делало его туристическое агентство, в котором мы покупали тур. Также я читала там на сайте, что можно его и как бы и самому сделать, там надо заполнить эту анкету и вам присвоят этот QR-код, его, значит, где у нас его проверяли. Значит, ну, когда мы в Одессе садились, ну, регистрировались на рейс, у нас посмотрели тест и посмотрели этот QR-код при вылете, получается. Потом, когда мы уже прилетели в Турцию, ничего у нас не смотрели в аэропорту, а только, ну, поставили штамп в паспорте и, в принципе, из аэропорта очень быстро мы вышли, никто ничего не проверял, нет тестов, ни коды эти. Не знаю, возможно, это нам так повезло. Может быть, у нас был ночной рейс и, ну, возможно, там нам так повезло. Ну, а если, может быть, у кого-то и проверяют при влете эти коды, эти тесты, не могу сказать. А вот когда уже мы приехали в отель, там, получается, дают заполнять такую анкетку, и ты там указываешь в этой анкете, ну, во-первых, там спрашивают у тебя, если у тебя тест отрицательный на коронавирус, ну, ставишь галочку, что он отрицательный там, и номер этого QR-кода. Вот у каждого этого QR-кода есть свой номер, вот туда записываешь этот номер. И потом уже, когда была у нас встреча с гидом, она нам рассказывала, что там, например, вы идете там в какой-то супермаркет, ну, особенно в больших городах, там, например, в Анталии, да, и у вас будут сканировать, чтобы вы, типа, сохранили этот QR-код на телефоне, и потом у вас будут при, там, входе в супермаркеты какие-то, у вас будут его сканировать, и, ну, только так вы сможете пройти в этот супермаркет, там, или в большие торговые центры, там, ну, в какие-то музеи, я не знаю, там, еще куда-то. Ну, в общем, на собственном опыте могу сказать, мы были в Анталии, и были в супермаркете. И вот именно у турков стоял там охранник на входе, у них сканировали эти коды, нас пропускали просто так. Вообще, хочу сказать, что турки вот как-то очень лояльно относятся к туристам. В общем, это им, ну, большое уважение вызывает, и большой плюс в том, что, ну, вот они стараются так, чтобы ваш отдых у вас вызывал только положительные какие-то эмоции, и поменьше всякого напряга. Ну, и стараются вот во всем вам помочь, и, ну, вот как-то так, все, давайте быстрее, быстрее. Мы там были вот даже на этой, на канатной дороге. Значит, турки стоят в очереди, экскурсию первую пропускают. Там, например, стоим наверху, девочка прямо нас, там, чуть ли не за руки, давайте садитесь в кабинку, быстрее спускайтесь. Ну, вот везде я сталкивалась с таким отношением именно. Конечно, возможно, у кого-то, ну, вот, другой опыт, и, ну, вот, что-то он там столкнулся в негативном плане. Но нам вот как-то в этом плане повезло, и нигде эти QR-коды у нас как бы не проверяли. Ну, он обязательно должен быть в распечатанном виде. А уже в Турции, ну, это для того, чтобы в аэропорту вам его показать. А в Турции он вам нужен в телефоне. Так что сфотографируйте, пусть он у вас на всякий случай будет. Так же, как лучше сфотографировать и страховку свою, и, там, загранпаспорт, чтобы его не таскать с собой. Ну, что там еще. И тест, кстати, это тоже лучше сфотографировать, чтобы он у вас был. А уже по приезду в Украину, значит, понадобится, значит, заставят вас в аэропорту пограничники. Или же вы это можете сделать до аэропорта, где-то еще в отеле находясь, установить эту программку «Ди и в дома». Вот ты ее устанавливаешь на телефон, и пограничник тебе нажимает, что он это все проверил. И она как бы активируется. И потом уже в течение, там, по-моему, 48 часов ты обязан сдать этот тест на антиген. И тогда лаборатория уже тебя снимает с этой программы «Ди и в дома». Иначе, ну, вот вам придется там две недели тогда сидеть на карантине. Мы вообще тоже прилетели, ну, все-таки как-то надеялись, да, установим, может, не установим. Как-то думали, так все, оно прокатит. Но ничего оно так не прокатывает. Вся очередь стояла. Не могли никак даже к чемоданам к своим дойти. И пришлось всем устанавливать эту программу, активировать. И на следующее утро мы встали и поехали в лабораторию делать этот тест. Потому что, ну, как-то неохота, конечно, сидеть дома. Я не знаю, может быть, у вас был какой-то опыт. Вот некоторые говорят, вообще удаляют эту программу с телефона и все. Я просто не знаю, ну, какие последствия этого всего будут, если ты там ее удалишь. Как это, насколько это серьезно. Может быть, у нас сейчас такие законы непонятные. Штраф могут на тебя повесить, он у тебя будет висеть три года. Будет пеня идти. И, ну, ты об этом даже можешь не знать. Надо устанавливать эти все программы, в которых ты будешь видеть все свои штрафы. В общем, ко всему, я так думаю, надо сейчас относиться серьезно. Потому что потом уже никому ничего не докажешь. Чтобы мы уже один раз столкнулись с налоговой. Которые тоже не могли вообще ничего доказать и попали на хорошие деньги. Поэтому, я не знаю, легче, наверное, поступать по правилам. Ну, хотя, если у кого-то был опыт, как вы, в общем, могли ли вы обойти действия вот этой программки Диев Дома. И как это сейчас вообще все проверяется, вот не могу сказать. Потому что, ну, как бы я сдала тест, и меня сразу сняли с карантина. Вот такие новости. Надеюсь, мое видео вам будет полезным. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем удачи, здоровья. Путешествуйте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok